Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее и ярское утро! Сегодня 15-е Ияра, 16-е мая. Значит, всем шалом из Иерусалима! Сегодня 30-й день Омера. Нам осталось до 33-го дня, до Лакба Омера. Осталось нам совсем немного. Шалом, шалом всем. Любящим Тору, кто любит Всевышнего, хочет учить Тору. Из всего мира у нас, да, со всего мира есть участники. Слава Богу! Со всего вообще мира. Скоро будет, я думаю, вот сейчас мы разговариваем, там, со всего мира участники. Пройдет еще, наверное, лет 50, со всего мироздания, да, люди уже могут быть вообще в... Где-то жить на Марсе, на Луне. Кто знает? Да? Хорошо. Значит, сегодня у нас книга о Йом-Йом рассказывает нам следующий факт такой, да. То есть, напоминаю, что книгу о Йом-Йом составил Любович Тиребе. Это его первая была книга, которую он составил из отрывков тех книг, которые он читал, подходят к этому дню. То есть, это очень интересная такая методика, что он изучал, изучал все, что говорили до него все рэбы хаббатские, начиная с Альтера Рэбы. И разные полезные вещи вставлял, да, видно, он для себя, может, собирал, а потом решил опубликовать. Значит, написано на 30-й день омера, на 15-й яра в этой книге написано так. Шалом. Во времена Альтера Рэбы, это был первый Любович Тиребе, Рафшнер Залман из Лят. Значит, во времена Альтера Рэбы среди хасидов существовало такое выражение. Кусок хлеба, который есть у меня, такой же твой, как и мой. И вначале говорили, такой же твой, как и мой. Вот так они говорили. То есть, вот вдумайтесь, да. Значит, его хасиды, его ученики, которые вот у него учились и шли по вот этой вот его системе служения сердцем, служения больше, чем требует Тора, чем требует закон. И они говорили, значит, так. Кусок хлеба, который есть у меня, такой же твой, как и мой. Такой же твой, как и мой. Вначале твой, потом мой. Такой же твой, как и мой. Такой же мой, как и твой. Нет, тут я думаю, знаете, в чем дело? Лично мое мнение, да. Да, Евгений, шалом, Женя. Значит, смотрите. Если я скажу, такой же мой, как и твой, то это будет неправда. Почему? Вот, например, у меня есть кофе. Этот кофе такой же мой, как и твой. Это неправда. Почему? Потому что он же не твой, он мой. Изначально-то он мой. То есть, я его купил, я его сделал. А если сказать, такой же твой, как и мой. То есть, он принадлежит тебе, так же, как он принадлежит мне. Это будет правда, потому что тогда я тебе говорю, смотри. У меня есть этот кофе, но он такой же твой. Ты можешь его брать, как и мой. Вот это вот правильно. Понимаете, вот такие нюансы в словах, но они очень сильно, очень сильно меняют суд реальности. Но давайте еще глубже пойдем. То есть, если у человека хлеб, лехом, на иврите хлеб это лехом. Лехом, значит, ну вы знаете, что от этого же корня те же буквы самые, да? Слово Милхама. Лехом, Милхама. Лехом, даже те же буквы, да? Милхама это война. То есть, лехом, Милхама, войны идут за хлеб. И получается, что почему люди воюют? У кого-то есть хлеб, у кого-то нет хлеба. И тот, у кого нет хлеба, он идет, у него Милхама, он идет воевать за лехом. Забрать у него хлеб у того, у кого есть. Так раньше люди воевали. Это была главная причина всех войн. Главная причина всех войн это была что-то забрать у другого, да? Что-то забрать, вот у него есть, а у меня нет. Я пойду сейчас и заберу. Теперь, как говорили хасиды, которые хотели служить Всевышнему. Они говорят, все от Всевышнего. Всевышний, он создал мир, он создал мироздание, он здесь хозяин. Он каждому дает то, что человеку положено. Поэтому ни в коем случае, конечно, я не пойду забирать у тебя, потому что Всевышний дал тебе, дал мне. И то, что он дал тебе, это подарок Всевышнего. Как я могу идти к тебе забирать? Теперь, ну что я могу сделать, чтобы улучшить твою жизнь? Я говорю, что то, что он дал мне, я тебе разрешаю пользоваться, да? Это такое же твое, как и мое. Это такая высшая форма. Тогда у меня вообще нету никакой причины на тебя обижаться. Даже если я, даже если ты у меня возьмешь что-то, я говорю, оно такое же твое, как и мое. То есть, бери, пожалуйста. Нет у нас причин ссориться никаких. Понятно, да? Вот эта вот идея очень важная. Теперь мы давайте двигаемся дальше. То есть, это люди, которые на высшей ступени божественного, они даже хотят убрать возможность у второго проявить агрессию. Он говорит, а ты даже не можешь проявить агрессию. Я тебе просто сам все дарю. Бери. Тебе не хватает. Бери. Уже возьми ты себе. Что тебе от этого? Это как у меня один знакомый рассказывал, что, ну там, вот сейчас он в России как раз находится. Вчера он мне рассказывал. И он говорит, значит, ехал в машине и водителя спросил. Говорит, вот сейчас если тебя пошлют в Украину мобилизации, ты поедешь воевать? Он говорит, а какой у меня выход? У меня нет другого выхода. Но я, говорит, не понимаю, зачем нам это? Зачем нам этот Донецк? Зачем нам этот Крым? Говорит, ну что, земли мало. То есть, я причины смысла не понимаю, зачем нам нужны еще дополнительные территории, которые зачем. То есть, понятно, да? Интересная идея. Теперь, значит, то, что делали хасиды альтераребы, мне напоминает сейчас поведение Хафицхайма. То есть, есть известная история, был такой великий мудрец Хафицхайм, и у него вор украл на вокзале бумажник. И он, значит, когда увидел, что у него украли бумажник, вор начал убегать. А он побежал за вором, и ему кричит, ты у меня не украл его, я тебе подарил. Нету, ты не вор, я тебе подарил. Нужен тебе бумажник, на тебе вообще, все. Но только, что ты не думаешь, что ты его украл. То есть, он не хотел, чтобы в мире появился вор из-за него. Потому что, когда человек вор, это одно. Когда ему подарили, это другое. Понятно, да, идея? Хорошо. Но это, опять же, это высшая степень, высшая степень духовности, когда человек говорит, что мне материально не нужно вообще. И оно материально, то есть, он как бы делает все эфтером. Эфтер – это ничье. То есть, он освобождает, он не привязывается к этому. Говорит, я к этому не привязан, да, я привязан только ко Всевышнему. Но это, опять же, еще раз, так делали хасиды. Не все так делают. Норма – это то, что мое – мое. То, что твое – твое. Мне не нужно твое, тебе не нужно мое. Если мы должны друг другу помогать, да. Но это выбор, это как бы выбор. То есть, могу помогать, могу не помогать. Но взять чужое – это запрещено по всем, по всем показателям. Дальше. Дальше, вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». И здесь очень дается такой интересный ракурс, который вот люди религиозные и нерелигиозные. Есть люди, верующие в Бога, и есть верующие в инфузорию туфельку, айтеисты, да. То есть, и то вера, и то вера, то нельзя доказать, как ты докажешь, да, что Бог, Бог же непостижим, как ты докажешь, что есть то, что нельзя постигнуть. А то, что мир произошел от инфузории туфельки, тоже не доказано. Это теория Дарвина. То есть, есть вроде теория, а как это, а почему сейчас из инфузории туфельки люди перестали появляться? Даже если убыстрить все процессы, там, в миллиарды раз, ну, не получилось у людей создать ни одного комара до сих пор, да. Из неживой природы создать живую, не получается. И также не получилось обезьяну превратить в, хотя бы там, знаете, уже сколько поколений изучают обезьяну. Можно было бы уже обезьянам учить, там, я не знаю, хоть разговаривать, там, или хоть одну возьмите обезьяну, и в ее поколениях измените, чтобы на третьем, на четвертом поколении она там машину научилась водить. Нет, то есть, это все теории, что инфузория туфелька превратила в человека. Есть люди, верующие в теорию, что они инфузории туфельки, есть люди, верующие в Бога, да. Теперь, из верующих в Бога, что есть творец мироздания, люди, которые верят в Бога, делятся на две категории. Одна категория верит, как были древние греки какие-то, да, что Бог сотворил мироздание, и дальше мироздание развивается по причинно-следственной связи. Другие говорят, что нет, 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 Бог сотворил мироздание, и Он продолжает им управлять. То есть, Он продолжает его сотворять и включать каждую секунду времени. Теперь, те, которые верят, что Бог продолжает участвовать, они делятся на две категории тоже. Есть те, которые говорят, что Богу, в принципе, все равно, что делают люди. А есть, которые говорят, нет, Богу не все равно, что делают люди. И те, которые говорят, что не все равно, что делают люди, они делятся на две категории. Одни говорят, что Бог дал четкие указания, как жить в этом мире, то есть заповеди. Добро, зло, делай, не делай. А есть, которые говорят, что нет, Бог не дал четкие заповеди, и это можно менять там из поколения в поколение, в зависимости от ситуации. И вот сегодня нам книга дает ответ на вот этот вопрос, на этот спор. Очень интересный ракурс, смотрите. Люди думают, что Бог сначала сотворил мир, а потом дал указания, которым нужно следовать, чтобы ничего не перепутать. То есть, те люди, которые думают, что Бог да, сотворил мир, да, участвуют, и да, дал он заповеди, которые нужно соблюдать, но они все равно думают, что вначале он сотворил мир, а потом дал заповеди. А он говорит, нет, говорит. Это мысли 365 размышлений Любавичского Рэбе. Истина в том, что мир был спланирован как средство выполнения уже существующих заповедей. Поэтому предположение, что что-нибудь в мире, поэтому предположение, будто что-нибудь в мире может помешать исполнить волю Творца, абсурдно. Не может быть помех исполнению целетворения. Возможны только многозначительные вопросы. Значит, давайте разберемся. Значит, говорит Любавич Стеребе так, что вначале были сотворены заповеди. То есть заповеди – это воля Творца и некие выражения воли Творца, да. Потом на это выражение воли Творца мироздания было сотворено мироздание, в котором прошиты, да, как вот, когда кто-то играл, если кто-то играл в компьютерную игру, то создатель игры компьютерной, он создает какие-то места, где ты на него нажимаешь, и у тебя жизнь. Какой-то сундук, ты его типа открыл, у тебя жизнь. Но на самом деле там есть какая-то просто в структуре игры, вначале он делает какие-то точки, которые присоединены к наполнению игрока энергией, а потом на эти точки одевают сундуки, там, какие-то штуки. И ты, когда играешь в эту игру, ты дошел до этого места, оп, и у тебя пошла жизнь. Дальше какие-то места, где идет провал. Дошел до этого места, провалился. То есть вначале идет план игры, потом на него надевается игра. Точно так же он говорит, вначале Бог создал заповеди, свои указания, что делать, что не делать, что добро, что зло. Потом на него надел мир, и весь этот мир – это средство выполнения воли Всевышнего. Для чего? Для того, чтобы, выполняя волю Всевышнего, соединиться со Всевышним. Понятно? Теперь и поэтому тот, кто хочет соблюдать заповеди, не может ничего ему помешать, потому что это цель творения, это цель мироздания. Ничто не может ему помешать. Понятно, да, идея? Очень красивая идея. А как понять, что не может быть помех, а возможны только многозначительные вопросы? Я недавно читал рассказ один, который очень меня удивил. Рассказ про Любавческого Рэба. Значит, дело было так. Я другой расскажу. Там было два классных рассказа, но я расскажу другой. То есть они оба на меня произвели впечатление, но два я не успею рассказать. Значит, расскажу второй. Второй рассказ меня заинтересовал, потому что он шел от имени человека, Эфраем Иллин, по-моему, его была фамилия. И там начинается рассказ, что я родился в 1912 году в городе Харьков. А я как раз из Харькова. Представляете? Я думаю, о, как интересно. Значит, в 12-м году он родился в городе Харьков, и в 1925 году еще был шанс уехать из Харькова в Израиль. Это было 8 лет, получается, после революции. И он говорит, была возможность уехать в нашей семье в Израиль. Ну, я думаю, что он пишет там, что всем была возможность уехать. И говорит, у папы там был какой-то бизнес, он зарабатывал хорошо, и папа решил меня одного отправить в Израиль. Но мама сказала, что или мы едем вместе, или не едет никто. И в этот момент отец встал перед очень тяжелым выбором. 925 год, у него есть бизнес в Харькове. Ну, он хорошо зарабатывает, может обеспечивать семью. И ехать в Израиль. 925 год, голод, непонятно, что там, непонятно, как там. И он говорит, мой папа, что сделал? Когда у него возник этот вопрос, он пошел к Равину. Пошел он к Равину для того, чтобы спросить, что делать. И Равин ему сказал, срочно езжай. Все, что можешь продать, продай. И езжайте все в Израиль. И семья его уехала. Это был 1925 год. Семья его уехала. Приехали они в Израиль. И в Израиле он пошел, должен был идти в армию. Уже был тогда, началась Вторая мировая война. И он хотел вступить в Англии стиле Дион. Этот Эфраем Иллин. И сломал он обе нади. Сломал он обе нади. В армию не пошел. А начал шить одежду для армии. И на этом разбогател. Представляете? То есть, он стал вначале сам шить рубашки. Потом нанял портных. И в какой-то момент у него уже работало 400 портных. Он шил одежду. Было у него огромный бизнес. И когда началась война за независимость Израиля. 1948 год. У него уже плавали корабли. У него была международная торговля. И он сумел своими кораблями привезти из Чехословакии оружие для армии Израиля. В 1948 году. То есть, он очень сильно помог в этой войне Израилю. Хотя он сам сломал обе нади. Из-за этого стал заниматься бизнесом. Из-за этого разбогател. И сумел потом, значит, так помочь Израилю. Представляете? Вот как иногда Всевышний делает вот такие вот. Через сложности человека выводят на совершенно новый уровень. И вот, значит, потом в 1950 году. Он хотел построить завод по производству грузовиков в Израиле. И все его партнеры отказались давать деньги. И он остался один. И нужно было инвестировать все деньги, которые у него были. Плюс еще нужно было занимать деньги. То есть, это была для него огромная сумма. И он всю ночь не спал. Всю ночь, он говорит, я не спал. И волновался. И думал, как бы вступать в этот проект. Не вступать. Смогу я, потяну, не потяну. И тут, говорит, я вспомнил замечательное вот это правило. Дела отцов – знак для сыновей. Да? Зачем мы изучаем Тору? Мы смотрим, как Всевышний с теми поколениями. Как он вел себя в каждой ситуации. И мы из этого учим для себя уроки. Поэтому мы изучаем Тору. И он говорит, я решил пойти тоже, как мой отец. В 25-м году это было судьбоносное решение. И он не мог сам решить. И он решил все-таки посоветоваться с Равином. Я решил тоже посоветоваться с Равином. И мне сделали встречу с Любавичским Рэбой. Это был 1950-й год. Он еще даже не был Рэбой. В то время, как раз это был год, когда он был, перед тем, как он стал Рэбой. Предыдущий Рэбой умер, а он еще Рэбой не стал. Но уже все шли к нему советоваться. И он говорит, я к нему пришел. И говорю, вот проект. Мне нужно занимать деньги. Мне нужно в этот проект вступать. Это завод в Израиле по производству грузовиков. Значит, и Рэбой мне сказал, говорит, смотри. Вот мне эта фраза очень запомнилась вообще. Он мне сказал, Бог был всегда с тобой. То есть, ты же смотри, до этого момента посмотри на твою жизнь. Бог был всегда с тобой. Значит, Бог будет с тобой и дальше. Вступай в этот проект, говорит. А даже если ты потеряешь деньги, так ты их потеряешь в Израиле. Это уже хорошо. То есть, уже ты будешь среди... То есть, ты поможешь государству. То есть, ты сделал все, что ты мог. И, значит, он говорит, я вступил в этот проект. Проект был очень успешный. С 50-го по 60-й год. 28% экспорта всего Израиля. Это были те грузовики, которые он производил. Их продавали тогда во многие страны мира. И потом его вот этот, его завод этот, он стал основой для, ну, для целой индустриализации Израиля. То есть, это был очень успешный и нужный для Израиля проект. Значит, если ты делаешь то, что Бог от тебя хочет, а как ты можешь узнать, что Бог от тебя хочет? Пойти к Равину, посоветоваться, и Равин тебе скажет по Торе, что Бог от тебя хочет. То в этот момент, значит, ты можешь рассчитывать, что все будет отлично. Все. Теперь, значит, понятно. Дальше. Сегодняшняя недельная глава. Очень интересное для меня прямо открытие. Вот, когда изучаешь для того, чтобы преподавать. Есть смешная впередиа вот, что тот, кто ломет, альманат ли ломет, тот, кто учит, чтобы обучать. Тому с неба дает возможность изучить что-то, да, важное понять и обучать. Тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и сделать. Сегодня я наткнулся на место, которое просто меня удивило и поразило. И я теперь знаю, откуда взялся Новый Завет и откуда в Торе и в Устной Торе есть как бы намек. То есть, те, которые потом изобрели Новый Завет, да, то они как раз на это место полагались. Я был уверен, что такого места нет, но вот они на это место полагались. Очень интересно. Значит, как вы помните, глава называется Беху Катай. Бог говорит, если вы будете идти по моим постановлениям и заповеди мои будете соблюдать, то тогда идет перечисление, что Бог тогда даст еврейскому народу как награду за выполнение заповедей. За то, что вы будете мне рабами, я буду вашим Богом, все. Значит, идет здесь перечисление, и дам я шалом барец, и дам я мир на земле, да, мир я здесь, здесь будет мир. Вы, и будете вы уж хафтем, и вы будете прямо лежать. Вы эйн махарит, и ничто вас не будет пугать. И даже, говорит, я уберу животных, детих животных с земли. Вы хэра в лёта вор барцахем, и меч не пройдет по вашей земле. Значит, говорит здесь устная Тора, нам говорит Раша. Быть может, скажете, вот пища и вот напитки, но если нет мира, нет ничего. Представляете, как это сейчас актуально для нас. Если нет мира, то нет ничего. Поэтому сказано вслед за этим, и дам мир на земле. Отсюда следует, что мир равнозначен всему вместе взятому. И также сказано, что тот, кто... То есть мир, он важнее всего, потому что если есть все и нет мира, то это уже у тебя нет ничего. Поэтому мы сейчас тоже, вот все у нас уроки сейчас, пока война эта не окончится, она обязательно окончится. Все наши уроки о мире, потому что если нет мира, нет ничего. То есть это страшно, когда идет война, это просто страшно, страшнее всего. Значит, и наоборот, мир это лучше всего. Теперь, значит, дальше идет интересно, и тоже такой загадочный переход. Вот, и будете преследовать ваших врагов, и они будут падать перед вами, значит, от меча. То есть будет мир, буду вас защищать, но буду преследовать ваших врагов, и они будут падать от меча. Объясняет узкая Тора. Один падет, ишбехэрвреу. Один падет от меча другого. То есть они будут воевать между собой. Вот сейчас никто не знает, как закончится эта война. Вот как она закончится, когда. А я, например, уверен, что война может закончиться прямо там же внутри. Потому что сейчас те, кто вокруг того же Путина, они, я уверен, что большинство из них не хочет воевать. Не хочет этой войны. Хотят, чтобы был мир. Хотят летать в войну. У них были миллиарды долларов, которые они наворовали. Прям ловили этих КГБшников с миллиардами долларов в квартире наличными. У них есть деньги, которые они хотели и любили тратить, покупать эти яхты свои и все. То есть я уверен, что большинство не хочет воевать в окружении Путина. Теперь, как здесь написано, один враг падет от меча другого. То есть в любой момент это может быть все люди. Убили Александра Матидонского, убили Юлия Цезаря, убили, там убивали, в общем, большинство вот этих захватчиков, которые захватывать пытались мир. На Гитлера, чтобы стерлось его имя, было 52 покушения. То есть 52 покушения было на Гитлера, который был. На Сталина были покушения, на Гитлера были покушения. Троцкого, который сделал всю вот эту вот, ну, как раз этот террор коммунистический. Его убили этим самым ледорубом, да? Понятно. То есть здесь вот написано, что враги падут от меча один, от меча другого. Значит, выратфу, мекем, хамишамыя и пятеро из вас будут гнать, будут, обратят в бедство сотню. Пятеро, когда будут вместе, обратят в бедство сотню, а сто из вас обратят в бедство десять тысяч. И падут ваши враги перед вами от меча. Вот тут очень интересно, что когда пять будут, обратят в бедство сто, это каждый на двадцать человек. А когда сто обратят в бедство десять тысяч, это на каждого получается по сто человек. Видите, на пять по двадцать, на сто по десять, по сто. То есть уже идет другая пропорция. Почему? Чем больше вместе объединяются в одно целое, тем сила увеличивается. То есть идет непропорционально. Пять будут, обратят в бедство, пять обратят в бедство сотню, это один к двадцати. А сотня десять тысяч, значит один к ста. Понятно, да, идея? Что когда добрые, хорошие люди объединяются ради хорошей цели, то их сила растет в геометрической прогрессии экспоненциально. Можно такое слово еще красиво использовать. Экспоненциально. Не думал я, что использую это слово когда-нибудь. Но есть, пришлось. Хорошо. Значит, значит, обращусь в Эпаните Элейхем, я повернусь к вам. То есть если вы будете соблюдать заповеди, я повернусь к вам, говорит Бог. И я вас умножу, и вас сделаю многочисленными и так далее. Теперь вот последнее то, что я хотел. Вот. Это последний отрывок. Вот послушайте, очень интересно написано. Значит, пишет Бог так. В Торе Бог сообщает через Мошарабейну. В глава Бехокатая, если будете идти по моим постановлениям. Девятый отрывок. Упаните Элейхем. Значит, я повернусь к вам. Вы Ифрейси Этхем, и я вас сделаю плодовитыми. Вы Ирбейси Этхем, и я умножу вас. Вы Акимаси Этбрейти Итхем. И я установлю свой союз с вами. Значит, установлю свой союз с вами. Говорит нам Устная Тора. Повернусь я к вам. Значит, я отвернусь от всех моих дел, чтобы вам заплатить награду за заповеди. Теперь дальше. Значит, что значит сделаю вас плодовитыми? Это вы будете размножаться. Что значит сделаю, умножу вас? Вы будете большими, мощными и сильными. И что значит установлю Этбрети Этхем? Установлю союз мой с вами. Установлю мой завет, на русский переводят. Брит Хадаша. И тут используется то слово, которое вот этот Новый Завет. Значит, установлю Брит Хадаша. Новый союз. Новый завет. Значит, Ло Кабрит Аришана не как союз первый, что вы его нарушили, а только союз Новый, Брит Хадаша, Новый Завет, который не нарушен. Как сказано в пророке Ермияу. В Экарате Этбет Исраэль, В Этбет Иуда Брит Хадаша. И, значит, и установлю я с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Ло Кабрит не как Брит, который заключался с отцами вашими. Какой он Брит заключался с отцами нашими? Это который они нарушили, поклонившись золотому тельцу. То есть, здесь речь не идет о Новом Завете, о котором... Но я так верю. То есть, те, кто знают Тору, я изучаю Тору, я ее не знаю. Но те, которые изучали Тору, мудрецы, которые изучали, изучали Тору, они говорят, что речь идет о союзе, который Бог установил после союза золотого тельца. Но это не тот союз, который называют сейчас Новый Завет. То есть, я не христианин, сразу вам говорю. Мы, ортодоксальные евреи, верим в то, что мы изучаем, и в это и верим. Все. Никаких изменений не произошло. Но тут интересно, что мне кажется, что те, которые верят в Новый Завет, они как раз вот отсюда взяли себе обоснование на то, что пророк Ирмияу сказал, что установлю я Новый Завет. То есть, мне кажется, что это отсюда они взяли как бы основу для того, что Бог сказал пророку Ирмияу, что я установлю Новый Завет. И вот они говорят, вот он установил Новый Завет. Интересно. И эти дискуссии уже продолжаются две тысячи лет. Есть Новый Завет, нет Нового Завета. Кто-то верит, что есть Новый Завет, кто-то не верит, что есть Новый Завет. То есть, кто-то верит, что есть Новый Завет, но этот Новый Завет не тот Новый Завет, который есть. Я слышал, что есть где-то около 400 вариантов Нового Завета, есть около 400 вариантов в христианстве Нового Завета, которые, ну, Библии, 400 вариантов. Поэтому, которые, первое, кстати, я когда-то читал про раннее христианство, и там была одна ветвь, которая очень-очень напоминает все следующие. То есть, было очень много людей, которых объявляли Машехом. И было в христианстве, первое христианство древнее, оно было таким, что считали, что основатель христианства, он обожествил свою природу. То есть, он был человек, который поднялся на уровень божественный. А вторая ветка говорила, что нет, он уже изначально был вот этот божественный человек, который сын Божий, которого Бог послал. И потом, это, почитайте, ранние христианские войны. Те, которые говорили, что он, значит, божественный человек, а христианство, это же потомки Эйсава. А Эйсав мечом своим будет жить. Так те, которые на одном из съездов, где у них была дискуссия, вот эти вот, которые говорили, что он уже родился божественным, они вырезали тех, которые говорили, что он стал божественным. Это Никанор был, по-моему, Никанор как-то, вот, Никаноровские последователи говорили, что он был человек, который стал божественным. Их было больше вначале. А те, которые говорили, нет, он же сразу от Бога, он же, как бы, он же возлюбит, как говорили, ударили по правой щите, подставь левую. И они взяли мечами прямо на съезде, этих священников вырезали. Я найду ссылочку на эту Витипедию, значит, почитайте. Очень интересная история. Хорошо, дорогие друзья, поэтому не тевсти, ну, может быть, да, вот что-то такое у меня в памяти было. Значит, мы изучаем Тору. Каждый изучает Тору, каждый, я уверен, что все, кто вот 158 человек сейчас меня смотрят, все ищут путь к Богу. Личный, конкретный, индивидуальный путь к Творцу Мироздания, к своей душе. И все хотят делать только правильные вещи, только добро. И, значит, здесь написано, что добро – это мир, без мира нет добра. Поэтому, в любом случае, какие бы у нас ни были разные взгляды на какие-то вещи, особенно на те вещи, которые происходили 2000 лет назад, мы не знаем, как оно было, мы не знаем, как оно было на самом деле. Поэтому мы точно знаем две вещи. Бог сотворил мир, Бог миром управляет, Бог любит добро, значит, и мы тоже любим добро, мир. А вроде вот то, что сегодня мне очень запомнилось, все злодеи, они друг друга поубивают. И мы прям давайте пожелаем, чтобы быстрее злодеи поубивали друг друга своими мечами. А мы с вами хорошие, добрые люди, значит, любили друг друга, рожали детей, кушали хлеб, радовались, помогали бедным, значит, и было у нас, чтобы все хорошо. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы Всевышний дал выздоровление. Все, кто нуждается в благополучии, чтобы Всевышний дал благополучие. Все, кто нуждается и просят у Всевышнего, чтобы была хорошая семья, чтобы найти свою пару, или чтобы с ней были хорошие отношения, чтобы Всевышний помог установить хорошие отношения. Все, удачи, успехов, счастливо.